Связано с тем, что с завтрашнего дня и до следующей пятницы я, скорее всего, не буду проводить вебинары. И поэтому я решил завтрашний день провести сегодня, потому что важно быть с вами, и мне хочется это делать. Ну что ж, я долго думал сегодня, какой бы такой вебинар провести для того, чтобы учесть сразу две задачи тех людей, которые являются моими слушателями и подписчиками моего канала, а также учениками моей эзотерической школы Кайлас. И вот такая вот тема. Я сегодня попросил свою семью, чтобы они написали вопросы, которые могут интересовать, и попросил людей, чтобы написали под моим вот этим микровидео, давайте напишите свои вопросы и так далее. Ну и очень такие повторяющиеся вопросы были, знаете, ну оно и понятно, какие вопросы могут быть у человека, когда там денег не получается зарабатывать, в семье кто-то пьет, это же такие основные вопросы. И это такая большая, обширная тема, хотелось бы, ну и этой теме посвятить и так далее. Я понял, что в общем-то, в большинстве своем, многие люди не понимают пути счастья. Многие люди вообще не понимают, что происходит, когда они живут. Для многих просто вот жизнь это просто каждый день утром открыл глаза, прожил до вечера, лег спать и так далее. Но многие думают, что эзотерика это какие-то бесконечные мантры, бесконечное чтение, там и медитации, это бесконечное, или это магия какая-то и так далее. Я же хочу вам сегодня сказать, что, ну нет, конечно, эзотерика это некая такая философия, это философия неких понятий. И, наверное, знаете, это эзотерика, потому что не было другого слова назвать те, наверное, идеи, которые у меня возникали. Потому что, если бы я назывался, допустим, дуйко-философия, то тогда бы люди, наверное, не хотели это слушать. А дуйко-психология, ну, наверное, не хотели бы слушать, там, новую психологию, там, или нейронистическое программирование, хотели бы, наверное, что-то такое обособленное. Но я хочу вам сказать, что все равно это, как бы я ни крутил, это просто идеи, которые связаны с идеями философствования, просто философские доктрины. Они, конечно же, во многом не имеют подтверждения, где-то имеют подтверждение, кто-то скажет это давно уже существующее, кто-то скажет для него это важно. Но я хочу сказать, что для меня это важно. Дело в том, что это все те этапы, которые пришлось мне в моей жизни преодолеть для того, чтобы быть, ну, может быть, немножечко счастливее, может быть, немножечко уютнее себя чувствовать в жизни и так далее. Ну, с чего бы хотелось начать вообще? Как вообще человек может изменить свою жизнь? Есть ли что-то одно, что не нужно было бы прямо вот ковырять в себе без конца? Знаете, столько разных направлений. Найди первопричину, как сказал Будда, найди еще что-то, как сказал, используй заповеди, как сказал Иисус Христос, или там соблюдай религиозные доктрины, этих доктрин очень много. Но есть ли что-то одно? Да, вы представляете, я считаю, что что-то одно все-таки существует. Начну я со слов Белинского, Вениамина Белинского, который в свое время сказал такое, или такую фразу, он сказал, жизнь значит, жить значит чувствовать. Об этом сказал еще и Горький, то есть он повторил фразу Вениамина Белинского, Максим Горький сказал в старухе из Ергель, или повторил эти слова, жить это значит чувствовать. А Шолоха в своей книге «Тихий дом» тоже это повторил. А тут вот такой вот вопрос сразу же возникает, друзья мои, а что же это такое чувствовать? Скажите мне, чувствовать это все-таки глаголы или существительные, или это рефлексы? Что такое чувствовать вообще? Как мы или чем мы чувствуем? Ну, давайте я не буду рассуждать, хотя можно было бы на этом сейчас остановиться и начать рассуждать, что чувствовать это значит и начать умничать. И сказал этот вот так, а чувства сказал так, а Пирогов сказал, это безусловные рефлексы отражены, а вообще... А вообще Эммануил Кант сказал о том, что чувства это там тоже что-то сказал и так далее. Ну, давайте не будем рассуждать, что это. Каждый, наверное, найдет свой индивидуальный вот такой макет или маркер своих собственных чувств и, скорее всего, придет вот к такому мнению. Скажите мне, можно ли сказать, что мы чувствуем на протяжении дня? Конечно, жизнь есть чувства. Тогда можно ли сказать, какие у нас чувства? Можно это чувства любви, чувства нелюбви, чувства ненависти, эмоции, рефлексы, вызывающиеся каким-то опытом, который у нас есть. А можно ли разделить два типа чувств, которые в нас или в нашем теле появляются? Конечно, это на чувство, которое называется нравящееся чувство и чувство, которое можно назвать ненравящимся. Таким образом, можно сказать, что чувства, которые возникают у человека, они могут человеку нравиться и могут не нравиться. Вот это да, это уже открытие. Так как если наша жизнь, это школа, в которой человек должен обучаться и чему-то научить свою душу, то обучение и без выводов просто невозможно. Так вот люди и живут, они живут и в их жизни происходит накопление того, что им нравится или того, что им не нравится. А теперь, как бы мой эзотерический вывод, который у меня давно уже появился, я вам хочу сказать, это авторская методика, дойко можно ее назвать. Так вот, чем больше у вас чувств, которые вам нравятся, тем больше вам будет нравиться ваша жизнь. Дело в том, что это такая вот особенность, которую сегодня можно рассмотреть. Все религии говорят о Боге и говорят, что необходимо к нему стремиться. И говорят, что, допустим, все религии говорят, что если ты будешь стремиться к Богу и после того, когда попадешь в рай, то когда ты попадешь в рай, и тут хочется сказать, когда я попаду в рай, я буду чувствовать? И мне говорят, конечно, что же значит человек без чувств? Хорошо. В тот момент, когда я попаду в рай, какие у меня будут чувства? И мне говорят, мы, они сделают так в раю, что твои чувства тебе понравятся. То есть можно условно сказать, что я, когда попаду в рай, то мне будут нравиться те чувства, которые возникают у меня. Правильно? Тогда можно сказать, что живущий человек, живущий через принцип того, что ему нравится, или возникают чувства, которые ему нравятся, двигаются на пути духовного развития. Ведь это же правильно? Ну, скорее всего, да. Потому что жизнь – это большая драгоценность и так далее. А теперь вот давайте рассмотрим вот такой вопрос. Смотрите, от чего человек может, как мы вообще живем? То есть можно сказать, что мы живем следующим образом. Мы просыпаемся. И здесь у нас начинается выбор. Мы можем себе говорить мысленно или вслух слова «мне нравится» и «мне не нравится». То есть «мне нравится» приводит к тому, что чувства накапливаются позитивные, мне не нравится, что чувства появляются негативные. И вот как происходит. Вот смотрите, люди стремятся к Богу. И человек, который живет и говорит «мне нравится, я там встала, мне нравятся вот те люди, которые рядом со мной, мне нравится там еще что-то». Если человек говорит «а мне не нравится человек, что не идет к Богу, вот можно у меня спросить». Нет, конечно, он помогает себе сделать жизнь так, чтобы она ему нравилась. Чем он помогает себе? Принимает алкоголь. Когда человек принимает алкоголь, то ему начинает жизнь нравиться. То есть фактически можно сказать, что человек хочет принять алкоголь и хочет принимать наркотики. Для чего? Чтобы ему начала жизнь нравиться. То есть он приходит к тому, что его начинает эта жизнь удовлетворять, у него появляется желание. А вот почему алкоголики пьют? Тут такой вопрос. Сразу же я хочу сказать такой совет и сразу же такой ответ. Вот смотрите, как все устроено. Допустим, я живу и целый день произношу себе. Мне нравится там теплая одежда, мне нравится вот эта женщина, мне нравятся мои дети, мне нравится мой дом, мне нравится там еще что-то. После этого мне нравится, как я поел, мне нравится, что я поел, мне нравится, куда я еду, мне нравятся листья, мне нравятся солнышко, мне нравятся и так далее. То есть фактически я подчеркиваю всего лишь проявляющихся и незаметно мимо меня уплывающих или улетучивающих вместе с прошедшей моей жизнью чувства, которые я до этого не испытывал или упускал, как бы не подмечая их. Но зато, когда человеку начинает что-то не нравится, то это выглядит так, смотрите, как это омрачает человека. Не нравится нам кажется, что больше, чем нравится. Мы зацикливаемся на не нравится, не нравится это, не нравится это, не нравится женщине, не нравится еда, не нравится порядок. Не нравится, как называют, не нравится, во что я одеваюсь, не нравится, как я выгляжу. не нравится не нравится не нравится и как же можно сделать так чтобы начала нравиться но от чего человеку может нравиться или нет вы знаете что может нравиться просто наша жизнь если человек начинает это подчеркивать у себя и говорить от малого может нравиться ведь человеческая жизнь это рост от малому к большему именно поэтому когда человек допустим добровольно выбирает информацию которую он выбирает в интернете который его может обучать то он может эту информацию выбирать по принципу ему нравится или не нравится то есть скажите себе вот допустим вы смотрите бомжей там каких-то или смотрите там хейтеров или смотрите каких-то людей которые ругаются и так далее и вы ждете что дальше возможно что-то начнет происходить дальше более-менее хорошие а вам не нравится вам нужно себе признаться и сказать мне не нравится и переключить это найдите для себя возможности переключать то что вам не нравится переключать там поющих или говорящих гадости переключать алкоголиков переключать идиотов переключать политиков которые орут обвиняют друг друга и не хотят смотреть за пенсионерами и не хотят делаю делать ничего не для кого не хотят вот старайтесь вот таким образом собирать эту информацию старайтесь сделать так чтобы эта информация которая попадает вашу жизнь начала нравиться как человеку бросить пить человек который решил бросить пить он должен знать что если он найдет на протяжении дня тысячи элементов которые ему нравятся а в тот момент когда он будет пить алкоголь он будет говорить себе что же мне в этом не нравится и будет произносить себе мне не нравится что я сейчас не ощущаю ту радость которая возникала когда мне нравилось быть трезвым человеком мне не нравится что меня тошнит после алкоголя мне не нравятся отходники мне не нравится еще что то то есть человек думает что ему это нравится если обычно почему очень пьющий становится потому что человеку жизнь не нравится потому что он себе подчеркивает все время что ему что-то не нравится как это обычно выглядит допустим там жена и муж и вот она встала и она ему не нравится то есть она ему надоело родила детей она полная ему не нравится как он живет ему не нравится но он так бы встал покурил и пошел а так он встает и она начинает говорить ему и это не так и это и ты пьяная тебя перегар а ему не нравится что у него там нет носков чистых может не нравится что он вечно грязный ходит не нравится что нет порядка в семье и так далее то есть ему не нравится все время она подчеркивает это все что ей не нравится человек после этого срывается когда накапливается количество того что не нравится а человек вынужден стремиться к жизни которая может нравиться к богу у бога всем все будет нравиться в раю каждый будет счастливым там будут только хорошие чувства и человеку ничего не остается как выпить алкоголь чтобы хоть какое-то время понаслаждаться тем чувством который называется я живу в состоянии когда мне нравится ну так а что можно сделать для человека который допустим который допустим с вами рядом живет и который употребляет алкоголь чего же он хочет на самом деле да он хочет первое любви и второе чтобы кто-то сказал ему в чем-то что ему может понравиться вот человек приходит и вы говорите смотри как у нас дети выросли нравится тебе тебе говорит нравится видишь они хорошие любят папу нравится те что любят нравится а вот хороший же у нас стол смотри давай лучше мы дома будем сидеть давай сделаем так чтобы и чашки были красивая я у тебя красивая нравлюсь тебе да а как нравится вот с этой стороны ли сайт нравится тебе вот мои новые волоски нравится а ты мне нравишься я тебя все равно люблю понимаете и человека это изменяет и другой вариант мужчина ложится и начинает думать там или женщина начинает думать можно так ложится и начинает думать да мне не нравится и он бухариком в постели мне не нравится и зачем я его там так а зачем вот это нужно тянуть можно это все переизменить каким образом ложитесь и говорите мне нравится что он теплый мне нравится что мы вместе мне нравится что он заботится мне нравится что он деньги зарабатывает мне нравится что у меня есть мужчина мне нравится чтобы вы представляете можно я человек говорит а мне ничего ничего не нравится да ладно ты живешь да это главное ты живешь тебе нравятся твои ноги да а могло бы их не быть сегодня общался женщины которые завтра или послезавтра отрежут на фоне нейропатии нижней конечности стопу на фоне сахарного диабета 2 типа и вот она говорит правильно выгорели андрей андреевич несколько лет назад что я должна исключить глюкозу алкоголь и углеводы из своего рациона но я этого не сделала никак не могла справиться с собой ну вот ты не могла справиться кушала сладкая теперь тебе придется прощаться с ногой но нравилось тебе на года но ты же не замечала эту ногу а можно же было говорить что мне нравится нога мне нравится вторая нога мне нравится что я живу мне нравится кому не нравится у того нет вкуса то есть вот таким образом если вот какие-нибудь такие проблемы которые мешают человеку жить с позиции нравятся конечно очень часто человеку мешает жить так чтобы ему нравилось его собственный эгоизм а это еще что такое эгоизм это слово я когда человек говорит там я я зачем вообще человеку говорит слова я для чего человеку произносить слова я что он хочет этим сказать давайте вам скажу когда человек говорит я видимо видимо слова я все-таки является магнитом или сетью который позволит захватить чужую любовь которая не хватает этому человеку то есть человек говорит я умный то есть по-другому нужно говорить так этот человек думает что его нужно любить за то что он умный ли человек говорит я там смог то есть человек произносит меня нужно любить вам уважаемые господа за то что я смог или я взрослая уже то есть меня можно любить исключительно только за то что я уже взрослая но человек же совершает ошибку почему потому что когда человек говорит я он говорит мне об он говорит об обособленной любви обособленная любовь она больше похоже на продажную любовь то есть можно любить только за это я не верю что мне можно любить просто так а ведь любовь это чувство божественное то есть можно ли сказать что безусловная любовь важнее конечно так вот я хочу дать вам сегодня совет он звучит так каждому человеку можно научиться говорить себе меня тоже можно любить за что просто так просто за то что я живу не за что меня можно любить вера в это может изменить человека на сто процентов утром проснулись и говорите меня можно любить просто так не за что за то что я живу за то что я просто живу я вот добрый человек меня за это можно любить а доброту необходимо позиционировать нет они может никто не знать человек может быть просто добрым то есть за что человека можно любить то просто за то что добрый а добрый это тот кто не критикует не кидается не гавкает не критикует там не ненавидит и так далее и вот все вот эти проблемы которые есть у человека допустим там женщина писала там допустим не там муж меня там я больна и там я лежу прошла еще что-то то есть любите меня за то что я несчастна любите меня муж бросил да бог тебя и так любит просто так ни за что тебе не нужно любить из-за чего ты за то что ты несчастна и больная на самом деле женщина которая такой пишет она хочет понять что ее можно еще такое любить муж оставил который любила она сейчас никому не нужно кто же меня любить будет бог любит бог любит потому что он дал еще шанс какой шанс он дал шанс еще жить то есть он дал шанс такой человек говорит я больная муж умер как избавиться от тоски ответ такой зато вы живы зато вы просто так живете у вас есть столько всего что он может нравиться у вас есть еще возможность чтобы вам нравилась осень красота мира культура люди думают мне не нравится мой муж но зато можно изменить зато мне нравится в нем там теплые ноги то что он домой приходит зато он ваш персональный зато он о вас заботиться кому нужно на так как бы вы жили вот переспал бы с вами какой-нибудь мужик и вы бы утром от него вышли и считали бы себя какой-то никому не нужной женщины но это разве хорошо а так вы переспали сниму он рядом с вами проснулся вы позаботились он по не нравится моська не нравится там как человек в постели себя ну и что зато он ваш зато он теплый зато он хороший зато он родной понимаете пусть будет вот так знаете у каждого человека есть целая куча и плохих качеств и хороших но люди так устроена не хотят прямо все время подмечать что-то плохое но разве жизнь это бесконечное что-то плохое весь мир делится на две части люди которым нравится люди которые мне нравятся и те которые не нравятся ищут информацию как бы прикопаться ко всем остальным чтобы доказать что всем должно не нравится а есть другой тип людей как я мне нравится и я ищу все объяснения себе того что может нравится еще что-то как я изменял семью там не нравится там что-то говорил мне нравится зато вот это мне нравится зато вот это не такая квартира зато в ней тепло зато не одиноко зато я могу здесь переночевать а мне нравится что я могу переночевать а мне нравится что у меня есть крыша по мне нравится мне нравится понимаете вот таким образом мы можем себя изменить и тут самое главное правило вы его должны знать уважаемые друзья если вы меня смотрите запомните этот гениальный авторский совет этот гениальный авторский совет звучит так бог анализирует жизнь человека ежесекундно только основываясь и базируясь на том нравится человеку жить или не нравится и вот возьмем одного человека который живет допустим в королевстве этот человек встает и начинают говорить мне не нравится пыль мне не нравятся люди мне не нравится то чавкает а я такая-то а вы не не такие мне это не нравится мне не нравится президент мне не нравятся люди мне не нравится они говорят мне не нравится как поют ветки не нравится и так далее вот этот человек несмотря ни на что находясь в очень хороших условиях будучи вот таким букой этот человек пропадет почему он заболеет и второй человек мне нравится это мне нравится это мне нравится этом а может ли нравится что-то плохое да да может нравиться может нравиться что-то плохое что людям всем остальным приносит зло какое-нибудь именно это и объясняет что многие подлецы которым просто нравятся быть подлецами негодяями эти люди доживают до преклонного возраста и умирает в общем-то счастливыми и богатыми но дело в том что эта особенность такая где же справедливость справедливость перерождение справедливость когда человек попадет и предстанет перед божьим судом вот кто в это верит и так далее то есть справедливость поверьте есть справедливость поверьте есть она просто может быть не показано на примере жизни одного человека но я говорю что мы можем уже прямо сегодня уже использовать данный механизм человек который болеет которому плохо у которого все очень плохо это человек должен сосредоточиться и находить для себя возможности находить для себя тенденции которые помогут ему справиться с тем что ему нравится нравится я себе нравлюсь кому не нравится того нет вкуса меньше говорить я и тыкать всем как это должно быть не быть тем человеком который прямо за идею свою или за свою прямо ну основное желание твое какое мое основное желание доказать всем что жизнь плохая она мне не нравится и я желаю чтобы это всем не нравилось я это докажу и после этого вот такой человек мужчина или женщина начинает всем доказывать вокруг что жизнь это полная ерунда и что вокруг всем должно не нравится что всем вокруг должно быть плохо и он это сейчас всем докажет зачем проснулся ребенок он покушал ему все равно в какие его штанишки одели ему все равно даже что он покушал если честно поверьте мне ему так нравится если мама с папой друг за дружкой там и обнялись и поцеловались это все на глазах потом папа посадил на шею и отнес в садик потом ему нравилось он игрался там с детьми потом пришел домой ему нравится там что родители и вторая история утром встал в лакшери каких-то одеждах няньки и так далее вышел тут мама с отцом орут друг на друга мат через мат и так далее на него никто не обращает внимание кричат знаете после этого посадили его в какую-то машину чужой дядя отвез его в садик после этого он целый день расстроенный потому что перед глазами у этого ребенка мама с папой которые непонятно почему на него не обращает внимание орут друг на друга как бешеные с вытарочными глазами где у кого лучше жизнь скажите как это карма сложится для человека посмотрите это же а очевидно почему обычный человек живущий обычно жизни не может этого всего увидеть ведь этаж так логично и этаж так понятно этаж так логично и так понятно одних людей которым не нравится и которые доказывают всем что нельзя жить чтобы нравилось я вообще сейчас новости смотрю которые похожи на какие-то сплетни ужасов смотрю фильмы которые похожи на какие-то сплетни ужасов смотрю вот на это все вот и иногда у меня возникает такое ощущение что люди которым очень не нравится эта жизнь которым очень не нравится те люди которые вокруг них находятся они пытаются всему миру доказать что ни у кого нет шанса жить так чтобы нравилось в жизни нельзя тебе нравится весь мир ерунда нельзя нравится как же тебе нравится когда всем не нравится и газ дорогой и украинцы тупые там и русские там войну ведут и политики там негодяи и так далее и там везде несправедливость везде это но так об этом и так все знают зачем об этом говорить то есть зачем они это говорят нам как сказал свое время успенский у каждого слова есть свое значение зачем это знаете как ребенку допустим сказать у ты живешь вниз своей мамой с папой они у тебя усыновили скажите зачем эти слова сказано ребенку так чтобы мама и папа не знал чтобы что было у ребенка чтобы ему что жизнь не нравилась чтобы он считал что жизнь это плохо и у него начинает появляться то что ему не нравится а тете что от этого потому что ей уже жизнь не нравится таким образом таким образом мир людей которым все не нравится и которые готовы сделать все чтобы вокруг всем не нравилось они ставят для себя знамена тех людей которые готовы с пеной у рта со слюнями волосах идти доказывать всему миру какой мир плохой какой он гадкий как должно всем не нравится прямо доказать прямо доказать забрать шанс забрать возможности забрать у людей прямо последнюю надежду увидеть хоть что-то прекрасное вдали тебе жизнь живи сначала будет нравится мало потом будут нравиться средняя потом будут давать больше а потом будет совсем все прекрасно а люди живут мне нравится но только если будет как я хочу мне нравится но может мне понравится если ну а как же жизнь как же карма пусть нравится хоть то что сейчас есть что может нравиться человек обычно люди говорят на тебе кислое яблочко через нет мне бы могло кислое яблочко понравится но я хочу себе пир на весь мир я хочу столы большие ему говорят ну как же тебе дать пир на весь мир если тебе даешь яблочко тебе не нравится потом персик тебе не нравится потом колбаску не нравится потом конфетку не нравится потом тарелочку с супчиком не нравится потом 1 2 3 не нравится и пир на весь мир тебе не понравится зачем это тебе ведь весь мир пир на весь мир вам сложнее делать чем вот так делать по чуть-чуть конечно давай по чуть-чуть пусть нравится сначала яблочко понравилось потом персик понравился потом супчик понравился потом понравился 1 2 3 а потом нравится будет пир на весь мир вот и вся в общем-то тенденция почему бог есть свет и бог есть радость попадая в рай человек будет иметь чувства самые радостные а радовать радостный чувствует когда нравится никто не может это опровергнуть но если путь к богу или знание того что нужно прийти к богу она основывается на том что мы придем там где нам будет нравиться но так может уже пора начать прямо сегодня с этого дня уже с малого пусть нравится мало и нравится чашка воды нравится там что-то люди говорят андрей андреевич там у вас пиджаки разные ли еще что-то но не стоит забывать мне нравились порванные кеды в которых я ходил и мне нравились туфли когда я туда подкладывал что-то зато они у меня были и мне нравилось там еда которую я ел а потом нравилось там женщина с которая жил и вот эта эволюция человека которому нравилось почему люди придумали культуру мне очень нравится сейчас слова знаете украинская русская культура как это можно делить допустим живопись сурикова или репина на украинскую живопись там который нарисовал шевченко там полотно вернее шуте все это такое как это вообще возможно делить одну живопись от другой это живопись для чего вообще почему красота почему культура потому что мажорные мелодии потому что вот помните там моцарт веселая музыка мажорная музыка праздник всем все нравится и так далее а потом куда это скатилась минорная там и сизы и полетел по лагерям давайте пострадаем вместе со мной и так далее то есть страдальческая музыка мучащие мне не нравится я стремлюсь пусть эта жизнь скорее закончится все вокруг очень плохо мне так а что же будет хорошо если даже малая не нравится если уже все не нравится такой весь в большинстве своем мир люди отодвинулись от культуры и мне нравится музыка и мне нравится живопись им не нравится жизнь и мне нравится как они живут имя и они думают мне будет хорошо если у меня будет это не почему я знаю тысячи случаев таких прям тысячи случаев когда как был букой маленьким без денег потом вырос и остался букой только с деньгами бука и все вокруг должны страдать то есть вот у человека есть деньги есть возможности есть жена красивая все есть нет вот тут он утром встает и не так поднесли не так подышали ты меня не любишь ты на меня не смотришь ты не такая волосы не такие глаза не такие все меня никто не любит вы меня только используете потом так это не так машина не такая люди не такие ага подонки подлецы и всем докажу вы подонки вы сволочи негодяй и сволочь подонки негодяй так я сейчас в интернет зайдуща всем напишу ага подонок негодяй все пусть знают подонки негодяй то есть тебе плохо у тебя гипертония сахарный диабет развивается вообще какашка самого детства у тебя вообще ничего в жизни не нравится бог тебе помог он дал тебе возможность там кармические заработать а теперь тебе ничего не нравится и все вокруг должны жить так знаете когда человек сидя за столом прекрасным рядом с близкими которые любят этого человека искренне любит начинает говорить вы не такие вы какашки вы меня только используйте и так и так далее имел бы совесть включи хоть что-то человек говорит им открытыми фразами он говорит мне плохо я ни от чего не радуюсь я не знаю как радоваться и вам плохо теперь не радуйтесь вместе со мной с кого же это начнется но его же должен кто-то обучать кто ну те кто и рядом с ним находится ведь женщина это пример там дети это пример вот вы женщина вы слабая научите мужчину радости это же не сложно сделать научите радости будьте примером радости почему женщине же легче быть радостной ногти тома и ногти какие красивые радуйтесь одежда какая-то красивая радуйтесь там улыбка радуйтесь приготовили что-то там похлопотали радуйтесь с детками стишок рассказали там мужчина может радоваться понимаете это же в наших руках а мужчины им конечно тяжелее почему надо деньги зарабатывать но в этом тоже можно радость бизнес не получается я пришла ага собака не хочет ничего покупать да что им тут этим надо вообще почему у меня людей нету и товар не такой и вообще ногти у меня не такие иной и сынок мой блин у него сто процентов все плохо и мама моя не звонит так чем же мне заплатить так и машину поремонтировать еще эти покрышки еханый баба еще грязь сегодня и я голодная снова обожралась снова обожалось да что же такое так последние новости посмотрю последние новости он и от дурачки хаки ахо от дурачки блин какие сумасшедшие если бог видит такую женщину и он анализирует ее то там все время как морзы знаете не нравится 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 не ну если как говорят в одессе если тебе не нравится если тебе нравится то что не нравится то тогда надо давать тебе побольше того что не нравится то есть если человеку не нравится что-то то ему нужно дать побольше не нравится эти горит надо же раньше было плохо сейчас еще хуже не переживайте с С такими темпами, если вам дальше будет не нравиться, то того, что вам не нравится, будет больше. И когда будет, допустим, вам не нравиться еще сильнее, вы будете сеять то, что вам не нравится, чтобы и остальным не нравилось, то вы будете еще и ВИЧ-инфекцией для окружающих людей, которым будет тоже все в жизни не нравиться. Вот как-то так. А скажите, вам вообще нравится то, что я говорю? Ну, на этом тема не нравится, нравится закончена. Такая вот она интересная получилась, вроде бы. Давайте ее еще раз прочитаю. Итак. Белинский сказал, жить это означает чувствовать. Горький в старухе и зергилищу сказал, а Шелохов в тихим доне. А что это обозначает чувствовать? Это существительные глаголы или рефлексы. Ну, давайте не будем рассуждать, что это. Каждый найдет свой индивидуальный ответ, но он, скорее всего, будет связан с нашим выводом того, нравится нам это чувство или не нравится. А это уже открытие, так как если наша жизнь это школа, которая должна нас чему-либо научить, нашу душу, то обучение без вывода просто невозможно. Так вот, и живем нам, чтобы нравиться или не нравиться. А теперь мой эзотерический вывод. Чем больше человеку чего-либо не нравится, тем лучше чего-либо нравится, вернее, тем лучше его жизнь. Все религии, говоря о Боге, говорят, что необходимо к нему стремиться. И когда спрашиваешь, а что будет с ними, когда они в рай попадут или к Богу попадут, отвечают, мы думаем, что там, когда ты туда попадешь, будет что-то, что тебе очень понравится. Ага, тогда человек, живущий через принцип «мне нравится», двигается на пути духовного роста. Скорее всего, да, жизнь ведь это большая драгоценность. А если не нравится, человек идет не к Богу? Нет, конечно. Он помогает себе алкоголем, который может помочь ему сделать так, чтобы жизнь нравилась. Кстати, как человеку бросить пить? Проговаривать себе, мне нравится это, мне нравится это. А воспитание алкоголика приводит лишь к тому, что ему еще больше начинает не нравиться что-то в жизни. Если что-нибудь, что может помочь человеку, это желание, чтобы ему что-то нравилось в жизни, да, конечно, этого внутренний эгоизм, это желание говорить слово «я». Зачем человеку говорить «я»? Ну, видимо, слово «я» является своего рода ловушкой, способной захватить чужую любовь. Все же хотят, чтобы их любили. Поэтому человек себя придумывает, что он произносит «я такой», а фактически говоря, «мне можно любить исключительно за это». Тем самым совершает ошибку, продавая свою любовь. А ведь любовь, она может быть божественной, то есть безусловной. Каждому человеку можно научиться говорить себе «меня можно любить» и просто так, ни за что. Когда мужчина, допустим, говорит «вот ты меня не любишь», что ему нужно сказать в этот момент «я тебя тоже люблю». Скажите своему ребенку, у которого депрессия «я тебя тоже люблю». Скажите себе в зеркало «я тебя тоже люблю». Отчего депрессия возникает, почему панические атаки, депрессивные эпизоды? Потому что вы смотрите то, что вам не нравится. Живете, потому что вам не нравится, и у вас нет все, вам не нравится. Вам не нравится. Вам не нравится это, не нравится это, не нравится это, не нравится это. Но вы же это купили за свои деньги, своими силами заработали. Вы выросли, вам помогли родители. Хватит обвинять, хватит страдать. Хватит смотреть гадости, глупости. Хватит смотреть гадости в этих тиктоках, инстаграмах. Хватит завидовать, нервничать, что у вас нет. хватит по поводу политиков хватит слушать эти безумные новости сколько можно жевать эти прививки сколько это может продолжаться живите по принципу нравится и тогда нас огромная масса изменит этот мир тотально люди начнут в метро ездить друг другу уступая место люди не будут сеять бесконечно вот это безнравственное зло в котором они живут все надоело тема конец ну и вот второй такой вопрос был которые озвучили мои близкие он звучит так он звучит так человек ложится и о чем он начинает думать блин чем не чем не заплатить как мне рассчитаться почему мне никто не любит где же мой мужчина и так далее не об этом нужно думать нужно говорить себе что мне сегодня понравилось на протяжении дня мне понравилось что я кушала мне понравилось как я себе пузико чесала мне ногти сделала красивые ногти мне нравится мне нравилось то я расчесывалась мне нравилось что дома у нас тепло мне нравится кот мой собака дети мои нравятся а вот дети нравятся не нужно искать то что не нравится в них а вот у него нет этого вот он неправильно там ведется вот он еще что-то знаете весь мир похож на вот чем я отличаюсь от многих людей могу сегодня это рассказать я уже это рассказывал однажды в своей первой ступени для меня жизнь это огромный оркестр огромный театр и такой вот в котором есть люди которые живут это люди барабаны люди скрипки люди валторные люди там маракаса я не знаю какие то не знаю как они тарелки называются и так далее и вот эти люди они создают оркестр это оркестр наша жизнь знаете и вот есть зрители которые создают музыку есть те люди которые находятся вернее есть те кто выступает создают музыку есть те люди которые слушают эту музыку там и так далее ну и это театр такой вся наша жизнь театр было по-другому да и в этом всем допустим такая сценка есть целая группа людей которые смотрят и которые могли бы радоваться и они хотели бы радоваться но у них глаз нет носа нет у них рук нет которыми можно хлопать рта нет чтобы прокричать что нравится а есть только папа и газы и вот они послушали всем нравится но кто-то начал хлопать нравится ура нравится а кто-то тужился тужился испортил воздух ну вот такая собственно говоря и вокруг происходит петрушка ну в общем то теперь вам и все и понятно знаете когда я смотрю на людей когда я смотрю на вот это на то что люди создают знаете люди говорят нет культуры а кто тебе мешает развиваться смотри картины смотри полотна развивайся в этом направлении что мешает кто-то кому-то читать нет культуры у кого вот я иногда спрашиваю человек говорит нет культуры вот мне вчера очень хотелось сказать а что ваше понимание культура какие-либо стихи знаете или там что в понимании культура для человека культура это что и после этого знаете вот вот очень интересный разговор был у меня вчера с композитором который филармонии работает и он говорит культура украинская культура я говорю а все такое ты мне можешь сказать я очень хочу это услышать но это ну что это ну ты что не читал не ну я читал но разве можно культуру отделять от культуры другой почему эта культура она должна быть радостно а за почему культура что такое культура культура это когда ты посмотрел на полотно и тебе это нравится когда ты слушаешь музыку и тебе это нравится когда это не вызывает у тебя страдания когда это не огорчает тебя не заставляет страдать на второй день а это и есть культура когда ты читаешь стихи они тебе нравятся когда это создает у тебя чувство которое тебе нравится когда есть мажор когда есть вдохновение когда есть полет когда есть муза когда есть желание это все создается от того что жизнь нравится сейчас прекрасное время сейчас на улице осень час на улице листья разные а ведь многие же этого не замечают а многие бегут домой потому что у них есть только три задачи знаете из такой анекдот ребенок подходит к папе и говорит папа что такое красивая жизнь он говорит красивая жизнь это когда едешь не не на работу а едешь делать бизнес свой утром выпиваешь бокал шампанского едешь на дорогой своей машине и тебя дома встречает прекрасная женщина он говорит папа как мы живем ну а мы живем так ситро метро и твоя мама ладно и вот очень часто я говорю о том что я разбираюсь в феншуе и говорю там аваста шастру и так далее ну и вот сегодня подготовил вот такую информацию написал ее на двух листах почему я решил это сделать после такой серьезной темы необходимо тема которая бы разбавила эту серьезность философствования бесконечного и привела бы нас к тому чтобы мы получили какие-нибудь такие может быть несерьезные знания но вы знаете данные знания они очень парадоксальны я объясню вам почему вы знаете я знаю очень много людей которые допустим много очень знают всего они очень хорошо разговаривают они прямо очень очень хорошо что-либо друг другу доказывают но стоит этим людям начать что-то делать и у них ничего не получается такой умный тогда что такой бедный вот там вот это горе луковая там горе николай маг который начал говорить о том что мальчик который зажирел говорит о том что я жирный но я могу ему сказать этому горе луковому могу о том что я на протяжении года без диет похудел на с 117 до 95 а это извините 22 килограмма доказательства берете ровно год назад мое видео где я там говорил о программировании 2020 ну предновогодний вебинар и смотрите на ширину моего лица там и сейчас то есть о том что там он занимается целительством нужно очищаться в часами этим занимать послушайте друзья мои давайте открою вам глаза я занимаюсь целительством едя если можно так говорить прямо в автомобиле и за три минуты убрал у пятидесяти тысяч людей которые просмотрели это видео головную боль и множество заболеваний которыми они больше болеть никогда не будут и мне после этого не было ничего я себя чувствовал как всегда то есть я после этого занимался своими делами и на меня это никак не сказалось за у меня был марафон я приехал на марафон потом занимался своими делами занимался марафоном занимался остальным по поводу эзотерики я считаю что настоящий пример эзотерики это мужчина у которого хорошая семья у которого хорошие дети у которого сам который выглядит хорошо и здорово и который имеет еще и хороший бизнес и этот человек достаточно богатый а теперь феншуй феншуй вастушастро и так конечно же я хочу сказать да у многих людей получается делать бизнес открыли завод он не работает все ломается ничего не получается и так далее оказывается все было сделано не по феншую почему знание вот этих вот нюансов о которых я сегодня скажу а вот эти знания их можно было бы продать кстати сделать семинар здесь на пол семинара бы хватило знаете можно было бы это все продать но видите я же не без конца зарабатываю на людях деньги видите вот сделал вот такой семинар чик сейчас я его вам прочитаю и вы можете это использовать я выбрал самые важные темы на те вопросы которые вы ответили вернее которые вы мне задали и постараюсь на эти вопросы все ответь ну что начнем и так чтобы в доме был порядок и хорошие энергии на главной двери снаружи или в середине нужно нанести три изображения это символ он это символ трешула и символ свастики так говорит вастушастро следующая если человек считает что когда к нему приходят гости у всех портится настроение когда допустим кто-то там что-то принес домой и у всех портится настроение человек считает что проникновение происходит деструктивной энергии виде подкладов там или еще чего-то или еще чего-то ему в дом в его квартиру в его бизнес что ему необходимо сделать я вам расскажу необходимо взять из чистого серебра попросить у ювелиру чтобы сделал ниточку и эту ниточку или эту полосочку даже небольшой кусочек можно 57 10 15 30 сантиметров прибить или приклеить к нижней части входной двери к нижней части входной двери после этого кто бы не заходил вашу квартиру ваш бизнес и кто бы не проходил через ваш бизнес не сможет вам сделать энергетически и физически ничего плохого легко это все до видите в одном из углов разместите сушеный красный перец тогда все будут работать и исчезнет лень в семье возьмите сделайте возьмите сушеный красный перец в стручках пробейте его сделайте из него вот такой вот как это называется бусы и повесьте куда-нибудь в угол случае если повесите все кто в семье будет находиться дети захотят учиться взрослые захотят работать но существует еще и обряд такой если взять и сделать черную куклу без глаз и носа и на шее и и одеть вот этот красный перец и положить это в спальне в угол любой абсолютно когда тогда на вашего мужа и на вас никто и никогда не сможет сделать никакой абсолютно приворот это было интересно думаю да как осветить пространство для хорошего строительства своего дома и так обряд из вас сушастра выройте ямку в субботу и налейте туда горчичного масла после этого четыре субботы подряд приходите и лейте в эту ямку полстакана молока и бросайте цветы календулы с просьбой складывайте руки и говорите я прошу благословить строительство дома пусть дом будет хороший пусть устраняться любые помехи устраняться там и то-то то-то вот у вас есть земля допустим вы вырыли маленькую ямку подошли туда налили горчичное масло после этого сделали это в субботу утром после этого каждый каждую субботу приходите и четыре субботы подряд наливаете туда полстакана молока обычного пастеризованного можно из-под коровы и там любое все равно и бросайте туда сушеную календулу и говорите пусть дом построится без проблем пусть на это хватит денег пусть все идет хорошо и так далее гарантирую что будет идти все как по маслу почему вот сто процентов знаю почему уже так делал дальше если ребенок плохо учится то ему согласно вас у вас тушастре поможет хрустальная черепашка которую можно купить и разместить у него на столе в его кабинете если он есть дальше тайна стеклянной пирамиды я не поклонник сразу хочу вам сказать я не поклонник не поклонник стеклянных пирамидов но тем не менее это не моя информация это информации вас у вас туша стр и и я хочу вам сегодня сказать пирамидка исполнит желание напишите свое желание положите под пирамидку и так какое желание если желание на любовь напишите на белой бумаге и положите в спальню если вы хотите обрести богатство то желание напишите на чистом листе бумаги верни не 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 дядя если это желание на любовь да если на любовь то на белой бумаги если на богатство то на желтый символизирует золото разместить в любом чистом месте а если врагам то врагам свое пожелание можно написать чтоб ты обкакался или там что ты какался каждый день с утра до ночи и на красной бумаги и необходимо разместить на полу а любое другое желание которое может возникнуть какое-нибудь необходимо разместить на любой бумаге но разместить это за пределами своей квартиры вот я начала года я с начала года похудела на 15-17 килограмм уху ну вы даете дальше продать недвижимость многие люди спрашивают андрей андреевич как мне продать свою недвижимость вы бы могли помочь продать свою недвижимость и так далее итак ответ звучит так продать недвижимость для этого вам необходимо найти любых 5 морских ракушек какие угодно где угодно покупайте с любого моря подойдут главное чтобы они были не пластмассовые и так найдите 5 морских ракушек сделайте в них дырочки и оденьте на черную нить сделайте это в воскресенье в виде колье после чего выйдите в воскресенье же на дерево который называется акация и каждый день приходите к этому дереву где висит вот эта ракушка ну или это ожерелье с ракушек и выливаете 50 граммов масла в корень и сделайте это от воскресенья до воскресенья от воскресенья до воскресенья сделайте на протяжении следующей недели сто процентов продадите все что захотите делал ли я так да получилось купил ракушки в одессе прям в коробочке такой сделал дырочки после этого сколько там ракушек должно быть целую гирляндочку не надо большие можно маленькие далее какие дни благоприятные очень часто люди спрашивают ну вот давайте я вам скажу дни благоприятные в любом году звучат так для открытия любого бизнеса благоприятные благоприятные дни двойка тройка пятерка семерка десятка 11 12 13 и дни такие понедельник среда четверг пятница и так вы хотите открыть бизнес в понедельник смотрите у вас понедельник четвертое понедельник допустим шестое понедельник восьмое нельзя открывать но зато у вас может быть среда третье и откройте в среду 3 вот как этим пользоваться и так для открытия бизнеса 2 3 5 7 10 11 12 13 и соответствует дни понедельник среда четверг пятница если у вас же очень крупный бизнес какой-то гениальный большой вы собираетесь открытия не знаю там отель и огромный ресторан продуктовый супермаркет то для вас хорошо дни 2 3 5 7 11 4 и 13 одни среда четверг и пятница но если у вас есть судебное дело то вам необходимо делать подавание на суд или там идти на суд или там какие-нибудь иски писать в дни 3 5 8 10 13 и 15 и больше всего к этому подходят дни воскресенье среда и пятница дальше как осветить допустим завод отель чтобы он процветал обряд который я вам сегодня подарю он действительно очень эффективный хоть и смешной и так нужно прямо там где у вас строится завод магазин и так далее выбрать какой-нибудь угол или фундамент и так далее и там выкопать ямку насыпать туда 100 граммов черного сухого кунжута и полстакана любого масла можно оливкового но можно просто пачку масла купить сливочного перед вот этой ямкой поставить цирк в церковной лавке продается такая масляная лампадка поставить масляную лампадку и зажечь ее и зажигать ее необходимо в субботу и зажигать необходимо 40 дней подряд то есть 7 суббот подряд после того когда закончилось 7 суббот подряд на последнюю субботу необходимо масляную лампочку эту опустить в ямку и засыпать навсегда грязью или даже забетонировать пусть она там сгниет но это не все во вторник или в субботу купите еще одну масляную такую лампадку и поставьте ее специально для этого купите фикус и поставьте ее рядом с фикусом чтобы он периодически такая лампадка рядом с фикусом горела сам же фикус можете лить чайной ложечкой по чуть-чуть молока с медом или молока с сахаром или молока со специями таким образом вы будете фикус является священным растением таким образом вы будете провоцировать или проецировать правильно говорить развитие своего бизнеса также можно сделать это для кого-то вот вам от меня вот такой эзотерический принцип также хочу вам посоветовать если у вас нет совести если у вашего мужа нет совести если у вашего ребенка нет совести то поставьте у изголовья этого человека или в комнате где вы спите фикус фикус будет заставлять этого человека испытывать совесть чина человек у которого рядом с ним стоит фикус может бросить пить и так далее настраивайте фикус на состояние одухотворения и благодати поливайте его немножечко молоком иногда с медом выжигайте возле него ароматические палочки а также можете его украсить какими-нибудь гирляндочками звездочками и положить там где-нибудь в корзиночку цветочки календулы или или астры ну или каких-нибудь таких где есть большое многоцветие хотите быть знаменитыми и вам хочется знаменитости популярности вот коле горе колдуну хочу посоветовать коле если вы хотите стать знаменитым а я так предполагаю ваша зависть это доказательство этому потому что все видео у вас по 100 просмотров а это видео которое которую говорите какой дуйку какашка и все комментарии пишите от своего собственного аккаунта потому что это можно проверить знаете это все кажется мне очень смешным но вы же хотите быть знаменитым несмотря на убогость того что вы там преподаете ну и хотелось бы вам дать совет такой возьмите свою фотографию и приклейте ее на южной стороне своей квартиры разместите это фото в красной рамке тогда к вам на канал будут добавляться люди и захотят у вас обучаться наконец-то хоть чему-то там хиромантии которую вы считаете которую вернее преподаете а я ее считаю тоже хорош на если вы хотите процветание компании то на южную сторону и стену в офисе можете свою фотографию название компании но только ее необходимо оформить в светло-зеленую или розовую рамочку на южной стороне эту надпись прицепите дальше а вы знаете что очень часто через туалет которые находятся у вас бизнесе в офисе или еще где-то особенно в доме попадают некие сущности энергетические которые называются лилит и также сущности энергетические которые называются ну духи вот такие духи это духи которые живут в закрытых помещениях зловонных зловоний так далее и вот такие духи они могут очень влиять на мальчиков на мужа они могут влиять на мальчика у мальчика может появиться желание какой-нибудь сексуальное что ему не нужно у мужа какой-нибудь там задачи которые ему не нужны и знаете там рассматривать других женщин и так далее вам же это не нужно что нужно сделать аннулировать это не сложно положите в туалете тарелочку и положите на тарелочку несколько серебряных или золотых монеток ну можно серебряных обычные серебряные монетки хочу сказать серебряной это монетки сделанные из серебра также это монетки обязательно должны быть от чеканины именно поэтому не подходят допустим медали серебряные не подходят серебряные украшения серебряная цепочка нет только серебряные монетки купите серебряные монетки в интернете одну-две положите поставьте горшочек в туалете рядом с унитазом где-то и положите туда серебряную монету дальше через туалет ответил дальше а вы знаете если вы хотите быстро для другого человека или в офисе где-либо почистить помещение почистить именно место туалета читайте в этом помещении мантру хрим и и необходимо прочитать 108 раз 108 раз на три недели очищает туалет ставит таким образом защиту также символ санскритский хрим можно нарисовать и положить где-то с унитазом рядом также можно на пластике там нарисовать или какой-нибудь нарисовать символ хрим и его прицепить где-то для того чтобы он висел можно на двери нарисовать символ хрим тогда духи будут заперты они проникнуть в помещение к вам через дверь на которой нарисован символ хрим не смогут кстати после нанесения символа хрим и после размещения серебряных монет в туалете перестает плохо пахнуть а для многих людей это существенная проблема особенно тех кто живет в старых домах ручёвках и так далее ничего сделать с этим не могут дальше не цепляйте картины с бурными потоками воды в квартире и избегайте в своем бизнесе фонтанов а если уже нужен вам фонтан какой-либо то обязательно сделайте его так чтобы он был в медном основании потому что вода обычно смывает успех этого делать не нужно дальше для магазинов мой совет вход в магазин должен смотреть на восток запад и север то есть вы будете выбирать с какой стороны вам нужно зайти в магазин то у вас вход в магазин должен смотреть на восток на запад и на север неблагоприятно если выход из магазина смотрит на юг дальше директор должен сидеть лицом к северу или востоку дальше вода должна находиться которую пьет он из баклажки в восточном направлении сейф необходимо ставить в северном направлении дальше аквариум это хорошо но запомните если вы заходите в свою квартиру то никогда не ставьте аквариум чтобы он находился по правую руку от входа тогда будет это губительным он должен всегда находиться по левую руку от входа также очень хорошо для денег чтобы рыбок было 9 не меньше ну и не больше по идее тоже не держите дома не идущие часы потому что если часы не идут и часов много то будут проблемы с детьми дети все время будут чихать кашлять болеть и так далее не идущие часы очень влияют на детей притормаживая их развитие и очень как ни странно влияя на детей также часы должны очень благородно и красиво баба мкать то есть часы которые баба мкают на красиво так тепло это очень хорошо потому что такие часы настраивают всех на то чтобы жить ради семьи в одном времени и испытывать состояние радости это благословение с помощью времени или калачакра тантры чтобы деньги не утекали никогда не ставьте веники тряпки ведра чтобы их видно было на протяжении всего дня то есть помыли убрали они не должны стоять не в туалете не там где вы постоянно находитесь не возле кровати также вот эти веники которые возле двери ставят которыми там заметают и так далее переворачивают и так далее уберите этого не нужно ничего делать такие веники ничего хорошего в дом вам не приведут а вот несчастье может произойти хотите разорвать отношения дарите другому человеку мы лечь и приборы ножи ножницы стрелы копья мечи все это может увеличить разрыв вас с этим человеком хорошо в офисе иметь статую слона деревянные лягушки и лошади есть такие лягушки которые так дед рак-трак с деревянной палочкой вот в такую лягушку очень хорошо стучать такая лягушка делает человека умнее и целеустремленнее и напористее и сосредоточение дальше лучшее размещение бизнеса это там где вход на юг и этот вход на юг это вход для денег север важно чтобы доверяли это вам не надо если есть комнаты где вам плохо если есть комнаты где вам плохо положите на полочку деревянную бамбуковую флейту очень хорошо возле постели положить деревянную бамбуковую флейту еще ее хорошо вот так вот красной ниточкой вокруг обвязать также в случае если возле кровати положите спать рядом с деревянной флейтой то будете выглядеть хорошо если луч света падает на две флейты с красными лентами сложенной буквой в как я показываю весь дом благословяется и все будут щебетать то есть появится разговор общей идеи у всех будет хорошее самочувствие также хорошо иметь флейту рядом с сейфом тогда в сейфе будет как музыка хорошее появляться деньги они будут идти как красивой мелодии так далее людям будет нравиться с вами рассчитываться и так далее дальше инструмент который был придуман не мной является инструментом очищения от всякого зла приворота подкида там подклада вольта и так далее который может быть подложен вам допустим в бизнес другому вашему сотруднику в бизнес ваш магазин и так далее как это можно убрать существует я ее назвал банка для вытягивания зла и очищения пространства для этого необходимо пол литровая банка насыпьте туда железных шариков залейте это водой и поставьте туда свечку чтобы она над банкой торчала такую толстенькую и зажгите когда свеча догорит банку необходимо с догоревший свечой закрыть и вынести но банку это можно использовать второй третий так далее раз в других местах все это за один раз устранит любой беспорядок негатив в магазине даже пыли будет меньше банку можно использовать в этом же месте или в другом месте 2 3 и так далее раз аннулируется и весь негатив который там собирается он находится вот в этих железных шариках если выбросить свечу и после этого там поменять воду и вновь воду удалить а железные шарики там останутся и так далее можно использовать бесконечно железные шарики которые там лежат и в дальнейшем необходимо там через год 2 10 лет 50 лет подшипники до их необходимо вынести куда-нибудь в лес вырыть ямку и закопать для того чтобы никто не мог прикоснуться к тому что там накоплено на этих шариках железные шарики будут являться в этом случае магнитом который способен очищать пространство дальше все в доме болеют что делает маг согласно вас ту шастре он покупает 8 килограммов черной фасоли идет утром к реке произносит я выкупаю свой дом или свою квартиру узла или своего мужа алкоголизма или своего сына у наркомании и высыпает это в речку где вода проточная делает это один раз в год за год происходят изменения тоже все работает проверено точно дальше нельзя покупать квартиру или бизнес который продан с аукциона почему потому что в феншую который я знаю говорится о том что в случае если человек с аукциона покупает себе квартиру или бизнес то ему переносится карма покупателя карма того человека он как бы выкупает или переписывает на себя карму того человека у которого не получалось именно поэтому не совершайте такие ошибки не покупайте бизнес который продан с аукциона не покупайте квартиры которые с аукциона продаются не делайте этого также не помогайте людям деньгами у которых сильнейший на финансовый крах потому что это все дает возможность переписать на вас карму этого человека это очень плохо дальше как делать пуджу с луной очень часто сейчас же полнолуние и очень много людей скажи луне страшно смешно и луна сразу тебе что-то даст хочу вам сказать что это не так человек не имеет права обращаться к светилу луны почему если вы читали допустим гурджиева а все же такие умные гурджиева читали понятно я понимаю что все читали то у него сказано о том что духе все живут на луне не знаю как это может быть может быть он прав может нет проверить не я не кто-то другой доказать обратно или не обратно не сможет но нам придется доверять и вот что я хочу сказать человек который обращается к луне он скорее всего обращается к духу и вот этот дух который может исполнить желание делает его для человека просто так а просто так в эзотерике не бывает то есть дух может захотеть что-то взамен что же хотят духе взамен они хотят жизнь у меня была ситуация одна женщина ходила под луной начитавшись книги знаменитой очень женщины которые очень популярная по сей день зачем она это пишет неизвестно звали эту женщину алена она находилась в городе харькове и это алена находила под луной как раз было море мы вместе отдыхали я не с ней отдыхал со своей семьей и она ходила каждый вечер и произносила пусть луна дай мне мужа луна дай мне мужа луна дай мне мужа луна у великая луна дай мне мужа и после этого муж у нее появился его звали не важно как после чего алена стала директором магазина переписала все на мужа муж начал гулять соседкой молодой начал спать с ее дочерью у дочери появился она стала беременная когда узнали она была на высоком сроке беременности при этом этот муж и и оставил эту женщину отобрал у нее бизнес оставил ее с ребенком своим который там но очень малолетняя была и с долгами после этого эта женщина повесилась а когда это было ей говорил мы сидели вот так на улице говорю алена что ты делаешь каждый день ходишь выскакиваешь под этой луна на гре тот книжку прочитала и там в книжке сказано попросил луны луна все тебе даст я тогда сказал не надо потому что то что даст луна это даст духа он взамен заберет самое дорогое а вот тебе надо нагретой андрей андреевич на цице это не первый случай и так а можно ли что-то делать с луной таки да и что же можно делать если вы хотите что-либо попросить для себя мужа или еще что-либо денег или совести или красоты то вы должны сделать вот что вы должны в ночь когда полнолуние поставить чашку такую в которой должна быть сваренная и выложена каша очень вкусная рисовая на молоке обязательно украсьте фисташками так чтобы прямо вот очень хотелось ее съесть и после этого поставьте ее так чтобы на нее луна светила на следующий день не просите у луны ничего не говорите ничего не нужно там луна дай мне и так далее на следующий день занесите эту кашку там или возьмите эту кашку и в определенное время утром 7 часов до 8 часов 20 минут со словами скоро пусть скоро у меня появится то-то то-то съешьте эту кашку обязательно наслаждаясь и тогда это у вас под воздействием силы которая будет создавать облучение вот этой луны это свершится скажите вам данная информация была интересной буду признателен тем людям кто поставит поставит тайм-коды под данным видео то есть заморочиться и после этого в комментариях опубликует тайм-коды к данному видео где я рассказываю об этом как пишутся тайм-коды они пишутся так 0000 после этого отступ там приветствия с 0000 нужно начинать потом второй тайм-код 0000 двоеточие 14 допустим там рассказ о том как алена с луной там и муж бросил и так далее и так вот о каждом пункте у меня нет на это времени потому что вы видите сами очень много пунктов и для того чтобы написать эти тайм-коды мне понадобится ну час потому что я не специалист в этой области а если у вас есть свободное время и вы можете все-таки опубликовать тайм-коды то тогда буду очень признателен вместе мы сделаем этот мир лучше а сейчас обязательно подпишитесь на мой канал в ю тубе после того когда видео данное закончится перейдите на мой канал в ю тубе напишите свой комментарий понравилось видео или не понравилось видео обязательно опубликуйте данное видео у себя в социальной сети возможно это будет интересно кому-нибудь из тех людей которые являются вашими знакомыми помните о тех словах которые я сказал в самом начале о том что человек может жить по принципу нравится или не нравится ну вот это и было сегодня основным моим посылом его можно было сказать за три минуты что и собственно и собирался сделать но получилось тема более обширной понятно и я думаю наконец-то это расставит все на свои места немножечко изменит ваше восприятие мира и даст вам великолепные